А мы продолжаем программу «Здесь и сейчас» в прямом эфире радиостанции «Вести плюс» Луганской телеканала «Луганск-24». Ярослав Замета и Юрий Свидерский у микрофона. Смотреть и слушать нас можно также в интернете на сайте gtrklnr.com и читать новости, смотреть видео. В телеграм-канале «Луганск-24» мы рады приветствовать нашего дорогого гостя, собеседника, эксперта Андрея Вячеславовича Яковенко, заведующего кафедрой социологии и социальных технологий, доктора социологических наук из университета Далевского, Луганского государственного университета имени Владимира Ивановича Даля. Андрей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Андрей Вячеславович, ну вот вы сказали, пока шла заставка, слово «Господи», знаете, как говорят, в суе обычно не рекомендуют священнослужителей упоминать, но мы сейчас как раз по делу об этом поговорим. У меня к вам тема разговора, как обычно, глобальная. Но в то же время, естественно, она от глобального переходит к частному, потому что, по-моему, то ли в Германии на гей-параде, на днях четырехлетняя девочка заявила о том, что она приняла решение поменять пол. Да, там же где-то в Телеграме были фотографии, они же гордятся этим, они распространяют фотографии детей, которые уже себе удалили просто молочные железы, потому что они, как дети, они решили, что они, в общем-то, не женщины будущие, а мужчины будущие. В театре «Глобус» в Лондоне ставят Жанну Дарк, в театре «Глобус» Жанна Дарк не бинарная, и для того, чтобы никого не оскорбить вот эту вот Жанну Дарк в огнях, ее будут именовать и обращаться к ней они, them. Я почему говорю, что это все очень было рядом, Зеленский собирается, кстати, уже подготовил обращение к Верховной Раде разрешить противоестественные отношения узаконить и гей-браки, вообще гомосексуальные на Украине. Я почему говорю, что это важно в том числе обсуждать, чтобы наши люди с территорий, воссоединившихся с Луганской Народной Республикой после 19 февраля, тоже понимали, какая опасность была рядом с ними, и что, если бы не специальная военная операция, то и уже бы были разрешены на Украине нетрадиционные и отношения, и их узаконивание. И их детям уже бы, и сватовчанам, и миловчанам, и северодончанам и так далее, и так далее, уже тоже бы рассказывали, что они имеют право чуть ли не с рождения решать, кем им быть. Я буквально для затравки хочу поставить на эту тему размышления Сергея Михеева, он выступил вечером у Соловьева, и видно, человека тоже это очень сильно задевает, и потом попрошу ваши мысли на этот счет. А вот фрагмент Сергея Михеева. Подтекст бытия, отрицающий Бога, в этом смысле я лично рассматриваю вот это бесконечное стремление переделать природу человека. Бог создал человека, а мы тебе покажем, что мы можем так же. Или если не так же, то как-то похоже. Мы сейчас отклонируем человека. Ты считаешь, что человек это твое высшее творение, и вы об этом везде рассказываете? Нет. Я, говорит дьявол, через этих людей, мы создадим другого человека. Пусть он будет мерзкий, пусть он будет не такой, как ты хочешь, пусть он будет не такой, как это принято, но это будет наше творение. А то, что это вращается как в уродство, это вращается в абсолютно неестественную мутацию, это другой вопрос. Они не хотят это увидеть, потому что вот этот внутренний цвет божественного откровения, они из себя выбросили. Но именно это, на мой личный взгляд, вот пусть они на меня не обижаются, именно это на самом деле движет многими учеными в сфере биологии, в сфере химии и прочее, прочее. Попытка бросить вызов ему, даже если они в него не верят. Попытка ему бросить вызов. Мы сделаем так, так сказать, да, что это самое, все ахнут. Мы переделаем человека. Но если мы не сможем переделать, мы его уничтожим. Мы его, как бы, да, сравняем с землей. Мы его, ты сделал его, имеющим душу и свободный выбор, мы убьем в нем душу и превратим ее в кусок мяса. Вот к этому они и идут. Поэтому, когда, вот здесь тоже совершенно Виталий Тович правильно говорил, они хотят власти, как бы, да, они не власти хотят, вернее, не политически хотят, они хотят властью над душой. Они душу хотят забрать в прямом смысле этого слова. Ну и так далее, и так далее. Понял. Значит, задача очень серьезная, проблема глобальнейшая. И действительно, здесь ключевое слово, как Бог, так и человек. Я буду отталкиваться от последнего, поскольку, ну, я не имею права, я не священнослужитель, человек достаточно дистанционированный от тел церкви, поэтому я могу говорить только за человека, могу говорить как специалист, как социолог в данном случае. А это социальная технология. Здесь очень много, да, очень много всего-всего, и сразу же с поправок. Я думаю, вы меня потерпите, если я буду в вашей затравке искать, ну, некоторые такие положения, которые, мне кажется, недостаточными и которые нужно усилить. Вы говорили о сватовчанах, вы говорили о жителях Лисичанска, Северодонецка. А нас что-то не касается, что ли? Или мы живем в каком-то закрытом месте, и это пропаганда, причем теми каналами, которые для нас с вами, может быть, они не подходят, а для нашей детворы вполне даже подходят. Я в этом эфире уже давно, в этой студии много раз говорил, что я видел, как это заходит через компьютерные игры. Очень непроизвольно, через там радужные всякие там эти, как они там, единороги и так далее, и так далее. Как это заходит через мультики, вот, как это заходит через кинематограф. И мы должны говорить, что мы все в этой одной глобальной лодке, на которой все это валится, давится, и вы тогда уже откройте полную тайну, что когда мы обсуждали, то есть вы сказали, какая будет тема, я сказал, что даже само обсуждение темы, это уже выход за порог. То есть, когда мы говорим об этом, мы уже вышли за эти пороги, и мы уже живем в той системе, или, как мы по-умному говорим, в парадигме, когда это приемлемо, поскольку мы это обсуждаем. Понимаете? Так если у нас порог заминировано. Вот, поэтому мы такие уже пороги с вами преодолели, даже само обсуждение, то, что мы возмущаемся, мы уже работаем в этой повестке, как сейчас модно говорить. Эти все кадры, на которые вы ссылались, да, я это видел, да, это ужасно, да, любой вам маломальски квалифицированный, а самое главное, совестливый, и теперь уже нужно добавлять и смелый психолог, скажет, что ребенок, ну, должен, скажем так, социально созреть, да, а потом уже определяться там с полом и социальной ролью, социальными статусами, всем остальным, 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 остальным. Поэтому здесь даже обсуждать нечего. Вот, а в плане того, что бог или дьявол, да, это очень серьезная, понимаете, проблема, и она тоже назревает, поскольку я представляю такую науку, которая всегда идет на острие вот этих вот новых тенденций. Я, по-моему, не помню, говорил или нет, но уже, ну, максимум в 13-м году, а то, может быть, в 14-м уже все полыхало, уже, скорее всего, было не до конференции. А в 13-м году всегда есть такая хорошая лакмусовая бумажка, когда студенты готовят какие-то доклады по самым острым социальным проблемам. И я очень хорошо помню, полемика как раз развернулась, потому что вот возник вопрос, и один человек, причем человек женского пола, очень женского пола, очень натурально женского пола, теперь это нужно все подчеркивать, 8 раз повторять и восклицательные знаки ставить, чтобы все понимали, о чем речь идет, вот, как раз взяла вот вопрос вот либерализации, возможности всего остального. И была очень бурная полемика, то есть это было еще до, еще даже до войны, и это уже входило, то есть мы могли быть далеко, но когда берет это молодежь, я понимаю, что, значит, это где-то там уже щекочет, начинает уже входить такое пространство обсуждений, независимо от того, нравится мне это, не нравится, я должен на это обращать внимание, на это реагировать, и помню, насколько мы спорили, очень серьезно спорили, и как раз, конечно, мне приходилось рассказывать про эти пресловутые там окна-овертоны, о том, что это уже допустимо, и теперь вы уже вошли в это пространство, и теперь вы в нем уже живете, обсуждаете, хотя еще раз подчеркиваю, речь шла совершенно, ну, человеке, который, ну, я знаю, парень у нее был, и как бы отношения были, все такое прочее, прочее, но человек решил вот как бы в рамках такой демократизации общественной мысли уже вот сюда идти, и это обсуждать, исследовать, и так далее, и так далее, и так далее, все, мы вот в эту систему зашли уже давно, а теперь мы просто вот то, что вы описываете там со спектаклями, еще с чем-то, я уже говорил, мне смешно, что теперь вот там была какая-то фраза, сейчас уже не могу вспомнить, но я себя вдруг никогда не думал, а уже несколько раз ловлю себя на мысль, что самые радикальные в этом отношении сейчас люди, которые не приемлемы вот этих рассуждений, вообще вот такого давления, это самые настоящие феминистки, понимаете, У них тоже проблемы, кстати У них гигантские проблемы, у консервативных феминисток, они, получается, попали, они все время отстаивали самость женщины, теперь вы говорите, им даже запрещено играть женскую роль, потому что они должны быть, в общем-то, толерантны, и все мы какие-то бесполые существа, вообще бесполые Вот тут на тех штатах был случай, подали в суд на феминистку, которая сказала, что транссексуал мужчина, который переделся в женщину, не может быть лесбиянкой, она называла его мужчиной, Пожалуйста, пощадите Ей грозит трехлетнее заключение за это, вот, это по поводу просто ущерблений даже гигантских феминисток Спасибо, я не знал этого факта, теперь я буду на него ссалаться, но вот эти все слова, вот эти все выражения, ну как же ж это все, не в плане там, что это все неприемлемо, я буду подчеркивать много раз, пока буду живой, что человеку есть куда развиваться, и человечеству есть куда развиваться, И вот это перебегание, не знаю, если там, да простят мне филологи, из пола в пол, это для меня сравни вот там моде, понимаете, но если с модой там еще связана какая-то эстетика, то и мода тоже разная бывает, да, вот, там перекрашивание волос, это тоже человек там меняет, но ему сегодня под настроение хочется как-то вот так вот выглядеть, да, там прическа, особенно это вот опять же у девушек очень значимо, такие вот пороги, и я когда-то профессионально занимался, я очень внимательно слушал девушек, мне было интересно, с какими ситуациями, что связано и так далее, и так далее, но тогда я не знал, что теперь можно для ради настроения там взять и поменять пол, потом туда, потом обратно, потом еще раз туда и обратно и так далее, то есть это игра, а на самом деле ключевая задача, почему человечество вот умирает сейчас на этом рубеже, и мы часть этой, скажем так, смертельной схватки, потому что речь идет о том, мы можем переходить на какое-то конструктивное саморазвитие, мы можем меняться внутренне, почему вот всегда наиболее значимый, и сейчас я перейду на больную для меня тему, наука, вот то, что уважаемый Сергей Михайлов затрагивал, наука, Бог, эксперименты и так далее, но даже еще не переходя, ну, главная задача всегда была совершенствование человека, несовершенствование в плане смены пола постоянно, и бздыков, извините, совсем уж неправильное выражение, из уст вроде бы ученого, да, но вот этих вот всяких каких-то комплексов, которые выражаются не в самосовершенствовании, не в саморазвитии, почему очень многие люди, как раз вот если мы говорим о религии, да, кто-то уходил в религию именно потому, что понимал, что вот это вот, ну, скажем так, социальная атмосфера, социальное окружение, оно не дает возможности развиваться, и не в плане, что люди уходили просто для того, чтобы замкнуться в себе, а для того, чтобы найти в себе себя настоящего, человечного, или, причем я здесь беру любые религии, я беру ту же самую медитацию, причем когда-то был такой популярный дзен-буддизм, да, вот, то есть каждый искал для себя духовное совершенствование, вот это я признаю, вот поиски в этом плане для меня сакральны, я понимаю, что человек может ошибаться там, он может поддаваться, опять же, на какие-то слабости, он может становиться, ну, в том числе и попадать в какие-то секты, да, это тоже неприемлемо, и там тоже есть технологии, как раз ловящие людей на попытках вот выйти, найти самого себя, это обманутые люди, и это люди, которые все равно находятся в поиске, и их поиск не находится на уровне половых желез, или как они там называются, там первичные или вторичные половые признаки, вообще вопрос не в поло, а вопрос духовности человека, вопрос внутренней духовности, вопрос внутренней о преображении, и вот тут вот да, вот тут вот да, действительно, и любая религия, те, которые получили статус мировых религий, а их не так много в мире, заметьте, у нас вот по нашей культуре только три религии имеют статус мировых религий, правильно? Если так, в порядке, вроде бы, историческом, опять же, история такая штука, да, буддизм, христианство, ислам, да, вот, из них две аврамические, так называемые, потому что там, где национальные религии, там тоже нужно с уважением относиться, но все-таки это вот такая небольшая, как бы, вот такая вот отдельная субстанция, да, эти религии доказали за тысячи, там, или, может быть, даже, ну, десятки, нет, наверное, за тысячи лет, да, свою, как бы, вот, приемлемость в плане того, что они постоянно дают человеку, особенно ищущему человеку, особенно растерявшемуся человеку, какой-то вот этот духовный позыв для того, чтобы куда-то развиваться и понимать, что ты, да, ты бренен, но ты можешь достигнуть совершенства. Здесь вопрос уже, я не хочу сейчас входить в полемику, где там равный Богу, неравный Богу, но факт тот, что это как раз вот это духовное совершенство и духовный поиск, который делает человека лучше, не хуже, а лучше. Не случайно там миролюбие, не случайно там отношение к ближнему, да, не случайно все эти максима, о которых мы говорили, уважение там к старшим, самоуважение, не уби, не укради и так далее, и так далее, и так далее. И это есть, еще раз говорю, это максимы, которые пронизывают, я не хочу сейчас читать лекцию по социологии и религии, но специально, как бы, говорю вот такие совершенно очевидные вещи, но в плане я их должен повторять, и мне, честно говоря, очень тяжело сейчас это повторять, потому что я должен повторять это в альтернативу тому, что мы в конечном счете обсуждаем подмену духовного совершенствования, подменой вот этого вечного, как бы так его назвать, очень метко, мне не хватает здесь журналистской квалификации, вот определение, я кто, мальчик или девочка. Поэтому мне кажется, вопрос науки мы оставим, я думаю, для следующей части нашего эфира, но вопрос духовного совершенствования это ключевое. Все остальное это мимикрия, все остальное это подделка подсовершенствований, и на самом деле это технология для того, чтобы человечество не двигалось никуда и, наоборот, деградировало. А кто это делает и кому это для чего именно нужно, поговорим после короткой паузы.